Надеялись же, как все, что это скоро закончится и вернемся. Старшая дочь в апреле 16 лет. Первое, что когда она увидела танки, это за три дня до того, как мы уехали, вот, у нее была, скажем так, даже не истерика, вот такое шоковое состояние, когда она смотрела круглые глаза. Тихий шок такой. Да, мама, что правда, война. Да, она не могла как-то вот и прийти в себя, ну, вот, какой-то вот такой вот, не знаю, растерянность. Растерянность. И все, и вот дома с мужем переговорили, все, собираемся и уезжаем. Просто вот эти вот подпрыгивания на кухне вместе со столом, со стулом, по ночам что-то летит, подскакивали. Было довольно-таки страшно. Хотя, собственно, такого мы вот не видели, не слышали. Опять же, я до декрета работала в магазине, когда бомбили Карловку. Такой же шок испытала я, когда человек забежал весь в крови и сказал, что их там обстреляют. Ну, вот, вот, сам факт того, что вот одно к одному, и вот резко мы приняли это решение и уехали. Изначально мы приехали, я же говорю, мы тут у нас знакомые, да, мы приехали, но не в соседнем районе, в Великобрудском, но там очень сельский район. И я тут устроился работать дальше в банк, в службу безопасности кредитных операций, в Купинске была вакансия. Мы сняли квартиру в Купинске, начали работать. Сложно было найти квартиру? Ну, на тот момент, когда мы приезжали, уже просто они подорожали, но квартиры были еще на тот момент. Ну, это было июль 2014 года. На сегодняшний день, да, на сегодняшний день сложно найти, и цены, конечно, еще. Теперь сами пошли в первый раз в управление труда и социальной защиты тоже зарегистрироваться. Я говорю, я работаю, мне эта помощь, с такой посылку, Люби отказали, потому что на тот момент это была территория неоккупированная. Ну, как я родил, так и нам отказали, в принципе. Потом, после поездки, когда-то предложили Люби, там знакомые, говорят, поедет, ну, ребенок маленький, с деньгами, сложно было. Сказали, что, может, там могут дать памперсы. Поехали туда, поучили, там мы как раз переговорили с юристом станции Харькова. На тот момент мы просто знали станцию Харькова, как просто людей, которые помогают переселенцам. Ну, поехали, надеялись просто получить памперсы, ну, там что-то, скажем так, предмет дорогой и очень расходуется сильно, но с этой целью в основном поехали. Ну, и после этого у Любы, конечно, это больше ее инициатива, мне как бы некогда было, все, нам осталось где-то что-то заработать. Она начала общаться с изюмскими волонтерами. Нет, я сначала обратилась в Суббес, Купинский Суббес, где мне сказали, дайте телефон изюма, мы сами позвоним. Мы не даем. Да, да, мы не даем. В общем, они никуда не позвонили. Тут бессонная ночь, продумаю, что, как делать, и еду в нашу детскую больницу. Получается, переселенцев, в принципе, семьи между собой не общались, так как вы с этими сталкивались, да? Да, ну, в то время мы даже, ни одна семья с переселенцем не подозревала, сколько у нас вообще узловой переселенцев. Вот, на тот момент, когда я их первый раз собрала, это оказалось 32 семьи. Это был март месяц. Детская больница пошла, попросила, я сказала, что помогут детям, привезут памперсы, дайте списки, кому нужны помощи. Нет, абсолютно нет. Продукты, памперсы, детскую беделью. Это так и было. А волонтерство еще и речи не шло, просто как переселенец-переселенцев. Потом пошла в школу. Да, вместе, да нет, давайте просто вместе организуемся, чтобы это было организовано, и тогда люди помогут нам, ну, скажем так. И для себя нужно было бы помочь, и люди. И потом, как увидели все, как оно на самом деле, сколько людей здесь действительно, 30 человек, мы говорили, ой, как много думали тогда. Да. На самом деле оказалось... Ну, сейчас у нас уже больше 1300 человек зарегистрировано только в нашем центре. Это уже те, кто на постоянной основе у нас получает помощь. Ну, первоначально обратилась в наши местные органы власти, которые отказали, естественно. Вот, обратилась в нашу больницу ЦГБ, где главврач, строительство... Купянского-Узловской. Вот, выделил нам кабинет, все предоставил, что нужно было... Да, ему очень помог огромным, мы очень благодарны были. Каждый раз, когда был какой-то привоз, обязательно он нам выделял все, все там выдавалось. Ой, Виталий Викторович. Вот, и вообще замечательный, конечно, замечательный человек, и помог дали, уже сами как-то искали, нашли погорелое помещение, поговорили с хозяйкой, она пустила нас, там сами делали ремонт, станция Харьков нам оплачивала аренду. Вот, и вот как-то вот так. А где сейчас обитаете? До, вот где мы начали обитать, это была транспортная 14 в Купинске-Узловом, сейчас театральная 3. Сейчас у нас хорошее помещение, ну, как бы то после пожара, насколько мы могли, его более-менее так вид привели, нормальный, но... Появилось финансирование от УКБ. Да, там сквозняки-то... Да, смогли, там холод нам было очень... Да, смогли немножко больше выделить денег, и чтобы снять более-менее помещение, потому что и мы там, и люди приходят, и у нас там, ну, это надо смотреть, там есть и прием, где, называется, есть и детская комната, где детки могут играть, да, есть и тренинговые, где проводятся тренинги, мастер-классы у нас в центре. Ну, то есть сейчас мы стараемся весь комплекс, все, что можем, все людям предоставлять. Я с детьми общаюсь, не знаю, как наравне, мне с ними легко и просто. Вот, особенно, когда это чужие дети, вот почему-то легко и просто. Ну, есть, есть, да, есть такая способность находить общий контакт с людьми. Все началось с детки. Да, да, и как-то вот Марина в изюм пригласила, мне говорит, не хочешь попробовать, вот послушать, посмотреть ICDP, какая-то программа, вот, я говорю, ну, приеду. А вот, когда ты приехала, оно все втянулось, втянулось, затянуло туда, вот, и начинаешь все это осмысливать, вот, как-то, не знаю, я тогда приехала, после двух дней тренингов, мне говорят, тебе что, подменили. Подменили, почувствовала ситуацию? Да, вот оно как-то, ну, само собой. И работа, саморабота с переселенцами, которые именно, вот, после бомбежек, вот, где-то с таких вот ситуаций, к ним определенный подход, ну, да. У всех проблем? Да, да, у всех. Даже вот, когда им предлагаешь поговорить, ну, вот, у нас отдельный психолог в центре, они вот упираются, нет ни в какую, они либо телефон берут, потом по телефону рассказывают свои проблемы. Часто даже не скрывают, мы не привыкли к такому, мы не будем даже пробовать. Да, мы не психи, мы не больные, а вот уже в процессе, и когда сами тренинги проходят, мамочки втягиваются, им это интересно, они начинают все понимать, что это такое. И когда просто сидишь, беседуешь, вот они раскрываются, они как выговариваются, не знали, они вот свою душу открыли, вам где-то поплакали, где-то успокоились. Хочется пожелать всем, не только вот переселенцам, а всем мира, чтобы наконец-то настал мир, чтобы люди смогли вернуться домой, у кого нет возможности вернуться домой, чтобы нашли себе постоянное место жительства, в том районе, где они хотят, в той области, где они хотят, чтобы наконец у всех все получилось, есть кто-то ищет работу, чтобы он ее нашел, кто-то хочет хорошо устроиться, чтобы он устроился, чтобы, ну дай Бог им, всем мира. Эта война не дает определения. Хочется свой дом, свой угол, чтобы было все свое, как было раньше. Та же подушка, говорится, и та же ложка и вилка. И чтобы дети, наконец-то, росли в своем доме. Вот этого вот хочется. Остальное, да, мы, наверное, из той семьи, которая руки не опустит, она будет с любой ситуацией выкручиваться. В свое время я на себя говорила, я найду приключение себе на одном месте, но ровно вот так вот сесть и сложить руки, ну это не мое. У всех сбылись мечты, чтобы получилось добиться того, в чем люди все стремятся, все стремятся, в первую очередь, конечно, к миру. Ну, все, что сбылось. Я думаю, у всех есть свои мечты, свои желания. У каждого, кто-то их открывает, кто-то их держит себе. Просто, чтобы у всех все сбылось, все, что хочется.